Славянский культур 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 Мы понимаем, что полностью Сербия станет независимым, суверенным государством только в 1878 году, когда будет подписан Берлинский трактат, который, собственно, и дарует Сербии полную государственную независимость. Но я вернусь к своей мысли. Уже в 1830 году перед сербским обществом встает понимание того, что теперь государство, даже в рамках Османской империи, может и должно развиваться в некотором смысле самостоятельно, автономно. Действительно, Белград сразу начинает претендовать на статус столицы сербского государства, сербского полу-независимого государства. И уже с 1830 года происходят постепенные изменения в жизни Белграда. Надо понимать, что действительно Белград имеет очень долгую историю. Белград известен не только в средние века. Белград был одним из городов, который существовал еще в римскую эпоху. Поэтому, забегая немножко вперед, очень сложно будет говорить о регулярной планировке Белграда, потому что город, который имеет такую долгую историю, очень сложно подвергнуть регулярному планированию. Я имею в виду архитектурное планирование, архитектурную планировку. Прямые улицы невозможно, если город имеет долгую историю. Можно сравнить в этом отношении, провести некую параллель между Москвой и Санкт-Петербургом. В Москве сложно представить себя, особенно в историческом центре, очень сложно представить себе стандартные прямые улицы, пересекающиеся и нисходящие к рекам или другим водоемам, как это есть в Санкт-Петербурге. Если мы говорим о некоторых исторических концепциях, мы должны сказать о том, что в истории Белграда особо выделяется период в XVIII веке с 1717 по 1739 год. Когда Белград ненадолго становится частью актрисской империи. И уже тогда происходят первые попытки по преданию Белграду такого европейского облика. Но мы сами с вами понимаем, что действительно вот этого небольшого периода не хватило бы для того, чтобы сделать Белград по-настоящему европейским городом. И, к сожалению или к счастью, этого и не произошло. Действительно, мы понимаем, что Белград должен был развиваться по какому-то своему особому пути. И сегодня как раз-таки мы попытаемся ответить на вопрос, что это был за путь, который привел к складыванию именно такого облика в будущее сербской столицы. Важно понимать, что уже после обретения автономного статуса, то есть уже после 1830 года, Белград должен был выстраивать определенный государственный аппарат. Должен был формировать свои собственные национальные органы управления государством. Потому что теперь он теряет вот эту связь с Османской империей, османские законы, османские институции теперь не работают на сербской почве. Или если они пока еще, да, если мы говорим о периоде 1830-1870 год, они еще существуют, но они настолько сильно видоизменили, что действительно сербам необходимы свои собственные государственные институты. К таким институтам мы, безусловно, можем отнести управление Варыш и Белград. Сразу, чтобы ответить на вопрос, что есть такое Варыш, Варыш — это небольшой город в переводе с сербского языка. То есть мы можем говорить о том, что управообственные Варыш и Белграда и управо Града Белграда — это одинаковые институции, да, управление Варыш и Белграда и управление города Белграда. Только сами сербы будут считать Белград городом, а не Варышью, то есть Варыш маленький, потому что город, да, только с 1899 года, то есть самый конец 19 века, только тогда сами сербы сформулируют, что Белград теперь не Варыш, то есть не вот этот маленький городок, да, а это уже такой полноценный город в европейском понимании этого слова. Так вот, управление Варыш и Белграда — одна из первых институций, которая регулировала отношения между жителями и государственной сербской властью с самого, по сути, начала функционирования автономии Сербии. Действительно, этот орган выполнял функции городского самоуправления пока, и на самом деле на протяжении всей долгой вот этой истории независимой сербии, независимого Белграда, управление Варыши Белграда было очень важным, был очень важным органом, потому что, поскольку государство не очень большое и город был долгое время не очень большим, ни по своей численности, ни по своим размерам, самоуправление там было очень развито. Возвращаясь к современным подходам к организации, нужно отметить, что городское пространство, как я уже сказала, оно очень остро должно реагировать на запросы населения, чтобы максимально эффективно развиваться. И мы понимаем, что существование такого института, как управление Варыши Белграда, которое было отчасти построено на принципах самоуправления, оно как раз-таки очень помогает развитию и складыванию вот этого городского пространства для жителей. Вообще, современные урбанисты считают, что идеальный город, да, если немножко утрировать эту схему, идеальный город — это тот город, который существует ради, во имя своих жителей. Итак, хронологическими рамками лекции нашей сегодняшней будет период с 1860 года по 1914. Почему именно этот период мы сегодня будем с вами анализировать? Именно с 1860-х годов мы можем говорить о том, что у нас существуют какие-то серьезные изменения во внешнем облике города, в составе населения. Те изменения, которые действительно позволяют говорить о складывании города европейского типа. 1914 год, я думаю, вот эта верхняя граница, она весьма понятна. Она была связана с началом Первой мировой войны. И мы понимаем, что в 1914 году Сербия начинает существовать, и Белград, в частности, начинает существовать в другом формате. Складывается королевство сербов, хорватов и славянцев. Прямо вот спора, спора. Именно поэтому 1914 год сегодня является для нас такой верхней границей, верхним мерилом изучаемых, рассматриваемых событий. Важно понимать, что Белград как столица должен был сразу отличаться по своим функциям, по своему функционалу. Как я уже сказала, он должен был отвечать на запросы горожан. И чтобы понять, какие же это были запросы от этих горожан, какие они поступали, нам надо очень детально разобраться в том, что из себя представляло население Белграда, как совокупность, как такой, знаете, очень репрезентативный срез со всего сербского населения. Мы понимаем, что в этот момент Сербия является еще аграрной страной. Безусловно, не то что расцвет промышленности, а хотя бы зарождение промышленности говорить еще рано. Сербия преимущественно аграрная страна с патриархальным укладом. Что это значит? Мы понимаем, что в Сербии и сейчас на самом деле очень особое место и особую роль занимают мужчины. Белград – это мужское общество, где мужчины все равно имеют некое доминирующее положение. Что же говорить о XIX веке? Белград был мужским городом. Даже если анализировать численность населения, мы понимаем, что и в 60-е годы, и даже в 70-е мужчин в Белграде было больше, чем женщин. Что, согласитесь, достаточно удивительно для вообще европейской действительности. Так вот, Белград должен был отличаться по своим функциям от других сербских городов. Сразу скажу, что когда мы говорим «другие сербские города», нам особо не из чего выбирать, потому что если Белград считался варышью, то есть небольшим городом, что же говорит там, например, о Крагуевце, Нише и так далее? Это еще более мелкие города с еще только зарождающимися городскими отношениями между жителями, например, органами городского самоуправления, органами государственной власти. То есть Белград для нас действительно такая лапмусовая бумажка, которая позволяет проследить настроение, проследить тенденции в развитии сербской урбанизации, сербской модернизации и так далее. Так вот, я, конечно же, не могу не сказать о том, что население, как я уже сказала, было преимущественно мужским, и важно отметить гомогенный состав населения Белграда. Что я имею в виду? Во-первых, Сербия всегда, не только Белград, отличалась тем, что там всегда существовало такое очень однородное население с точки зрения национальности. То есть там в основном жили сербы, других национальностей было представлено мало, даже если они и были представлены, например, в Белграде, то они селились определенными группами и не очень контактировали, скажем так, с, собственно, сербским населением. Их было, повторюсь, относительно мало, то есть они не влияли на общую картину. Более того, те, кто из вас увлекается историей славянских государств, в частности, истории Сербии, точно знают, что для, например, сербов, хорватов, боснийцев, впоследствии, черногорцев, очень важна религиозная принадлежность. Более того, в какой-то момент истории вот этих братских славянских государств религиозная принадлежность становится фактором национальной идентичности. И жители Белграда, будучи сербами, они были еще очень гомогенными с точки зрения своей религиозной принадлежности, они были православными. Это действительно очень влияет на развитие вообще всего городского пространства. Итак, конечно же, можно сказать, сослаться на свидетельство русских путешественников, и мы понимаем, что русские путешественники очень часто посещали Сербию, в частности, очень любили Белград, отмечали, правда, и недостатки некоторых Белграда. И я не могу не сослаться на свидетельство Равинского, известного ученого-слависта, который даже составил, будучи в Белграде, даже составил своеобразную национальную карту Белграда. Он отметил, что каждый район Белграда, он существует в рамках определенной национальности. Например, в определенном районе преимущественно селятся торговцы, которые, как правило, по национальному признаку являются евреями. В другом районе селятся, например, ремесленники, где-то преобладают задруги. Задруга — это такая общность людей, объединенная по профессиональному признаку. Где-то селятся задруги, которые занимаются, ну, что бы мы сейчас назвали, сферы услуг и так далее. То есть, действительно, мы отмечаем, что Равинский уже в 60-е годы акцентировал внимание на том, что Белград развивается, с одной стороны, достаточно равномерно, а с другой стороны, уже имеет четкие детерминированные районы именно по профессиональному признаку. Это тоже очень важно, потому что если вы сейчас, ну, сейчас, конечно, сложно, но если вы в скором времени отправитесь в Белград, вы увидите, что район Дарджола, современного Дарджола, это действительно такой очень развитый район. И, например, если бы Равинский сейчас там не бывал, он бы, конечно же, связал это с тем, что в том районе издавна селились торговцы, такие преуспевающие предприниматели, скажем так. Так вот, если мы будем говорить о профессиональном составе сербского населения, мы должны обратить внимание свое на четыре важных тетенции. С одной стороны, у нас растет количество представителей сферы услуг. Действительно, мною в архиве был найден очень интересный документ, в архиве, я имею в виду у города Белграда, в историческом архиве, был найден очень интересный документ, регистр лиц по их занятиям. То есть там был составлен документ, где перечислялись представители всех профессий и сколько людей составляло определенную профессию. Несмотря на то, что у нас действительно растет сфера услуг, мы понимаем, что чиновников в государстве, в Сербии в частности, в Сербии в целом и в Белграде в частности, чиновников все равно, вот этот процент их прироста все равно сильно больше. То есть мы понимаем, что, например, если у нас учителей было в Белграде на момент 70-х годов 35, то чиновников к этому моменту в том же Белграде было уже 190. То есть мы понимаем, что растет вот это количество непропорционально. Более того, когда я сказала о том, что религия является таким признаком признаком национальной идентичности, я должна при всем при этом подчеркнуть, что в некотором смысле жители Сербии и горожане, люди, проживающие в Белграде, они теряют свою религиозность. Это иногда, к сожалению, даже с неким удовольствием отвечали русские путешественники, акцентируя внимание своих читателей на том, что некоторые сербы неправильно совершают те или иные религиозные обряды. Четвертая тенденция, о которой я, конечно же, должна сказать, несмотря на все вот это, несмотря на то, что чиновников все равно еще сильно больше, и жандармов сильно больше, чем... Процент прироста вот этих профессий, он больше, чем рост представителей сферы услуг или интеллигенции. Несмотря на все это, мы уже наблюдаем усложнение социальной структуры. Я должна отдельно остановиться на социальной структуре сербского общества. Почему? Сербия даже в XIX веке не знает социального неравенства. Она не знает социального неравенства в том смысле, не знает, в котором с этим явлением столкнулась Европа. Но Сербия не знает такого феномена, как пауперизация. Пауперизация — это рост количества беднейшего населения. Сербия, благодаря своей задружной системе, делению общества на профессиональные группы, жители Сербии всегда поддерживали друг друга и всегда сохраняли вот эти соседские очень тесные связи. И поэтому пауперов, или если мы будем пользоваться аналогичным термином, люмпинов, в сербском обществе практически не было. Даже на момент второй половины XIX века беднейшее население было практически незнакомо с сербскому обществу и сербскому реалии. Несмотря на все это, некое усложнение социальной структуры происходит, потому что, несмотря на то, что у нас нет беднейшего населения, у нас есть население, которое становится чуть богаче, чем средние жители Белграда. И это опять-таки приведет к серьезной трансформации не только в социальной структуре, но и отразится на городском пространстве сербской столицы, безусловно. Нужно также отметить, что жители Белграда сталкивались и очень часто были знакомы близко с девиантным поведением, с различными проявлениями этого девиантного поведения. Например, также благодаря работе в сербском архиве, в архиве города Белграда, мне удалось познакомиться с документами, которые представляются по полицейские отчеты о тех преступлениях, которые имели место быть в Белграде. Опять-таки в 60-е годы и в 70-е. Мы понимаем, что в 60-е и в 70-е годы основным преступлением является разбой и кража. Об усложнении вот этих криминальных отношений можно говорить только с 80-х годов, о таком разгуле преступности только с 90-х. Что я имею в виду под усложнением вот этих криминальных отношений? Только в 80-е годы появляются какие-то экономические преступления. Только в 80-е годы появляется вообще такое понятие, как преступление против власти, да, оскорбление власти, оскорбление должностных лиц и так далее. То есть, чтобы повторить, в 60-е и 70-е годы криминальные отношения, они весьма примитивны на самом деле. Мы понимаем, что это в основном завладение чужим имуществом, либо какие-то разбои, совершенные людьми, будучи в нетрезвом каком-то состоянии. Особенно хотела бы остановиться на таком феномене, как проституция, поскольку это является той разновидностью девиантного поведения, которая в сербском обществе имела очень интересной трансформации. Очень долгое время проституция была нелегальна в Сербии, в Белграде в частности, но в определенный момент, это очень важно, белградская общественность обратилась к органам государственной власти с тем, чтобы легализовать проституцию, потому что начался такой очень сильный рост заполевших венерическими заболеваниями, поскольку государство не могло обеспечить полный запрет проституции, потому что до этого момента проституция была запрещена до начала 80-х годов, но тем не менее у только формирующегося государства не хватало сил, не хватало ресурсов, чтобы с этим явлением побороться окончательно, и поэтому в 80-е годы сербские власти, власти Белграда в частности, они приняли беспрецедентное решение и они разрешили проституцию. Более того, был создан целый фонд проституции, который выдавал бы деньги на лечение девушек, которые предоставляют такие услуги, в случае, если они заразятся венерическими заболеваниями. Почему я говорю, что это важно, почему я искренне убеждена, что это важно? Это свидетельствует о такой тенденции, как неспособность государства окончательно и городских властей, неспособность государства и городских властей окончательно побороться с каким-то примером делинквентного поведения, а в таком случае, когда нельзя побороться, нужно как-то пытаться это регламентировать. Именно по такому пути идут власти Белграда. Они разрешают проституцию, и вот этот фонд проституции существует достаточно долгое время, потому что власти города видят в этом единственную возможность как-то побороться с последствиями существования такого общественного явления, как проституция. Если возвращаться к анализу населения Белграда, нужно понимать, что все-таки даже во второй половине XIX века образовательная система еще не была сформирована. То есть все-таки даже жители столицы, они были недостаточно образованными, они еще не все получали даже школьное образование. Высших учебных заведений в Сербии было не так много. Важно обратить внимание на то, что мы понимаем, что у нас есть как-то Сербия, да, и у нас есть сербы, которые живут в Австрийской империи. Да, это те территории, которые, может быть, интересуются Сербией и вообще культурой наших братских славянских стран, они знают эти территории. Это Срамские Карловцы, это там даже Земун, Земун сейчас часть Белграда, тогда это уже Австрийская империя. И вот там существовали высшие учебные заведения, и там была развита школьная система, но это тогда не Сербия, это сербы, которые проживают в составе Австрийской империи. И мы понимаем, что в этом еще есть некая такая культурная проблема для сербского общества. Его разделенность, она мешает развиваться сербам как национальной идентичности более слаженно. Мы понимаем, что если вернуться к, собственно, Сербии независимой, там образовательная система даже на уровне школ еще не сложилась. Хотя никогда не было ограничений, потому что образование могут получать только мальчики, девочки не могут. Нет, такого в Белграде не было. В Белграде и мальчики, и девочки могли получать образование. Но другое дело, что девочки не часто получали это школьное образование. Если вернуться к высшим учебным заведениям, в Сербии был прообраз высшего, в Белграде в частности, был прообраз высшего учебного заведения, это велико-школа. То есть то заведение учебное, которое, в принципе, потом и выросло до университета. И разговоры о том, чтобы велико-школу превратить в университет, шли еще в 80-е годы. Многие видные государственные деятели сербские, они пытались сделать так, чтобы велико-школа стала университетом. Но это стало возможным только в начале 20-го века, когда в Белграде уже проживало большое количество русских и преподавателей, и профессоров различных российских вузов, вузов Российской империи. И только тогда, когда произошла вот эта эмиграция в Сербию еще до революции, только тогда стало возможно появление Белградского университета. Но он вырос, как я уже сказала, из этой великой школы. Когда же государственные деятели в 80-е годы пытались велико-школу превратить в университет, это было невозможно, опять-таки, в связи с недостатком профессиональных преподавателей высшего учебного заведения. Поэтому велико-школа, она существовала в рамках лицея, если пользоваться современными терминами, нам понятными и привычными. Важно, то есть отметить, добавляем к портрету жителя, усредненному портрету жителя Белграда, что, как правило, уровень его образованности был весьма низким. Но должна тут же себе сама возразить и сказать, что многих перспективных молодых людей отправляли учиться за границу. И поэтому, возвращаясь к анализу профессиональному, по профессиональному признаку населения Белграда, нужно отметить, что, например, адвокаты, врачи, учителя, они появляют, даже ученые, они появляются в сербском обществе, просто еще их не так много. И это те люди, которые получили образование за границей. Потому что молодому государству необходимо было решать проблему нехватки профессиональных кадров. Потому что Османская империя уже не является, с одной стороны, не является вот этим врагом, да, извечным, под игом которого находятся бедные сербы. Но, с другой стороны, если что, то вот эта Османская империя со своей реальностью, да, она уже не сможет какие-то вопросы закрыть внутри сербского общества. Теперь сербскому обществу нужно закрывать эти вопросы самостоятельно. И поэтому проблему профессиональных кадров пытаются решить на скорую руку, как минимум отправляя наиболее перспективных ребят учиться за границу. Как правило, это были австрийские вузы. Если речь шла об адвокатской деятельности или о преподавании в Россию, в Российскую империю отправляли учиться в основном в духовные семинарии. Дальше. Если говорить о населении, что еще я, конечно же, должна отметить? Я должна отметить тот факт, что... Сейчас еще немного про население. Должна отметить тот факт, что население не является представителями рабочего класса. Повторюсь, промышленность в Сербии второй половины 19 века еще не сложилась. И поэтому, если мы говорим о населении по какому-то еще профессиональному признаку, мы должны сказать, что преимущественно, все-таки, несмотря на то, что они живут в столице, несмотря на то, что они являются городским населением, обеспечивает их все еще аграрная сфера, аграрный сект. Итак, теперь мы можем, собственно, переходить к... После такого достаточно длинного, но, как мне кажется, весьма нужного предисловия, мы можем переходить к, собственно, урбанизации Белграда. И мы должны сказать об архитектурном облике. Перед вами две фотографии того времени, это вторая половина 19 века. Если справа мы видим такое более или менее европейское здание, которое построено уже с учетом европейских тенденций, то слева от нас абсолютно типичное здание, выполненное в таком балканском стиле. Мы видим вот эти вот... Даже в некотором смысле нам напоминают турецкие какие-то сооружения. Слева здание почты, обращу ваше внимание. Мы видим вот эти вот балкончики, такие очень в турецком стиле выполнены. И вообще вся архитектура, она... Я имею в виду, которая представлена на фотографии слева, она напоминает нам турецкие образцы в некотором смысле. Переосмысленные, конечно, да, но все-таки с вот этой вот ориентальной природой. Если говорить об изменении архитектурного облика, то все-таки ориентиром выступает Европа, а если быть точнее, то Австрия. И меняется облик преимущественно в центре Белграда. Повторюсь, нельзя, конечно, говорить о том, что Белград был каким-то очень большим городом в то время, нет. Даже в 70-е годы, по оценкам современных историков, в Белграде проживало от 50 до 70 тысяч человек. То есть мы понимаем, что это не очень большой город, особенно для столицы. Но, тем не менее, даже в этом небольшом городе, в Арыше, можно выделить некий исторический центр. И вот именно там появляются здания, выполненные в европейском стиле, которые уже, собственно, нам их напоминают. Это, например, здание театра национального или здание библиотеки. Если говорить о тенденциях развития городского пространства, я должна, конечно, сказать о том, что меняется очень постепенно. Меняется высотность и этажность Белграда. То есть постепенно город становится повыше. Русские путешественники, я уже сказала, что они очень часто посещали Белград. Например, был такой промышленник и торговец, купцом его уже сложно назвать, Мураневич. Он отмечал, что когда смотришь на Белград издалека, с реки, видно, что высокие колокольни церквей, например, уже начинают возвышаться над городом. Мечетей в Белграде практически не было в то время, их очень мало сохранилось. Но этажность, повторюсь, она меняется. Она постепенно растет и она постепенно меняет облик города. Однако, это очень важно, однако жилищный фонд меняется очень медленно. Даже несмотря на государственную поддержку, некие дотации тем людям, которые согласны строить дома выше одного этажа, им выплачивали определенные деньги в качестве помощи материальной. Даже несмотря на все эти меры, люди не очень стремились к тому, чтобы строить более или менее высокие дома, более или менее это 2-3 этажа, и дома из камня. То есть даже во второй половине 19 века Белград еще преимущественно был деревянным. И только некоторые дома строились из камня. В 90-е годы их становится, правда, большинство, но процент деревянных домов сохраняется. Более того, о том, что государство беспокоит эту проблему, свидетельствует тот факт, что в Белграде создали целую комиссию, которая была призвана проанализировать весь жилищный фонд и оценить, какие дома являются прочными, построенными из твердых материалов, ну, то есть из камня, и способными выдержать дальнейшие исторические всякие заключения. А те дома, которые не прошли эту оценку, и не получили достаточное количество пунктов для того, чтобы они продолжали свое существование, должны были быть снесены. Сам вот этот факт того, что такая комиссия была созвана, свидетельствует о том, что государство эту проблему беспокоит, государство эту проблему видит. Опять, государство пока не может ее решить. Даже вот эта материальная помощь, она не способствует тому, чтобы все резко отказались от строительства деревянных домов. Жители все еще предпочитают невысокие постройки для себя и своей большой семьи, потому что сербская семья, она всегда была достаточно большой, многопокоренной, как мы сейчас сказали, а не нуклеарной. Но, тем не менее, даже для такой большой семьи все-таки предпочитали строить какие-то небольшие дома. То, о чем я уже сказала, в городе отсутствует окулярная планировка. В Белграде это было сделать практически невозможно. Те из вас, кто, может быть, был в Белграде, мне могут возразить и сказать, ну, как же, в центре Белграда улицы достаточно прямые, они под определенными углами пересекаются. Я с вами соглашусь, но скажу, что это только в центре. В центре, где насильственно, уже в начале 20 века многие улицы были перепланированы. Так, например, улица князя Михаила, я думаю, если бы там бывали, вы знаете, эту главную пешеходную улицу. Во-первых, она пешеходной стала только в начале 20 века. Она была покрыта твердым покрытием, простите за тавтологию, только в начале 20 века. И начала восприниматься, как такое место для променада только в 20 веке. Ну, правда, до Первой мировой войны, но все-таки не в 19 веке. То есть, то регулярное планирование, которое мы сейчас видим в Белграде, это все следствие реформ в городском управлении, которые произошли в начале 20 века. То есть регулярная планировка города предпринималась сверху. Не потому, что люди так решили, люди захотели строить свои дома ровно и красиво, аккуратно по европейскому образцу. Это насаждалось сверху. Также, конечно, не могу не сказать, что изменялись, к счастью, улицы. Их состояние, их внешний вид. Власти тоже были этим обеспокоены. Однако, интересно очень наблюдать, как эта обеспокоенность проявлялась. Городские власти выпускали регламент того, когда должны проходить чистки улиц. То есть эта уборка не была регулярной, там не было сборников в нашем современном понимании этого слова просто. Центральные, исключительно центральные улицы должны были быть очищены в определенное время, не больше двух-трех раз в неделю. Как правило, об этом свидетельствует источник. Более того, некоторые улицы, к счастью, стали мастить. Это тоже достижение уже 90-х годов 19 века. И то обращались местные жители к властям с тем, чтобы, пожалуйста, покройте твердым покрытием ту или иную улицу. И аргументом, как правило, была формулировка, что здесь уже не могут не только проехать повозки, а уже даже пешеходы не могут пройти. Вот только тогда улицу начинали мастить. Потому что на самом деле, если мы проанализируем фотографии, которые дошли до нас от той эпохи, мы увидим, что на самом деле Белград, если чуть-чуть отдалиться от центра, он напоминает все еще деревню. Там не было твердого покрытия на дорогах, это все земля. И действительно часто это превращалось в месиво, по которому передвигаться было просто невозможно. Если говорить о изменении инфраструктуры, европейских вообще заимствованиях, вот перед вами, кстати, слева, это здание как раз дворца, королевского дворца. Именно там были убиты король и королева в мае 1903 года. Это прямо самый центр Белграда, здание напротив Скупщины. Если вы были в Белграде, вы хорошо представляете, что это. Итак, если говорить о европейских заимствованиях, что же происходит? Это не только архитектурные изменения. Также этими европейскими заимствованиями стали, например, попытки перейти на электрическое освещение города. На самом деле потрясающим источником информации являются Београдские общественные новины. Это Белградская газета. Газета общины города Белграда. То есть опять такой несколько орган и сферы самоуправления. На страницах этой газеты на протяжении нескольких месяцев выходили статьи о том, что электрическое освещение не опасно. Были даже развенчаны какие-то мифы, какие-то слухи, потому что в одном из выпусков этой газеты было сказано, что вот случай, который произошел в Америке, там какой-то массовый пожар в одном из городов, он никак не связан с электрическим освещением. И это совершенно безопасно и для города, и для его жителей. В другом выпуске очень подробно высчитывалась выгода от использования электрического освещения. Не только на улице, но и в домах. Жители пытались перевести на электрическое освещение. Запитая вперед, я должна вот что отметить. Белград и Сербия в целом всегда стремились подходить к заимствованиям очень утилитарно. Если белградскому обществу, как носителю сербского менталитета, то или иное европейское заимствование не нужно, то никогда это заимствование на сербской почве не окажется. Так, например, можно провести некую параллель с театром. Вообще национальный театр в Сербии, Народный театр, Народного позорища, он формировался из здания, например, прекраснейшее издание. Было построено уже в 80-е годы национального Белградского театра. Но постановки там были весьма, скажем, мягко спорными. И русские путешественники были просто в ужасе, когда выходили с этих спектаклей, с позволения сказать, и считали, что это вообще не может называться театральным искусством. То есть, например, в каких-то культурных традициях, да, европейские заимствия, они не прослеживались весьма слабо. Но если речь заходила о каких-то утилитарных вещах, они обретали свое достойное место на сербской почве буквально сразу же. Так, например, в Сербии очень рано появляются электрические трамваи. Буквально через несколько лет после того, как они стали массовым явлением в Европе. Представляете, вот эти электрические трамваи, они ездили по весьма странным улицам Белграда, если посмотреть на эти улицы нашим современным взглядом, где в центре буквально несколько улиц были построены в таком европейском духе, а если свернуть на другую улицу, то там уже эти небольшие дома, полуразвалившиеся из-за того, что они построены кое-как и причем без дерева. Так вот по этим улицам, весьма специфичным, все равно рассекали электрические трамваи. Это действительно интересный такой ракурс для анализа белградской повседневности во второй половине 19-го, в начале 20-го века. Что еще я должна сказать? Конечно же, не могу не сказать о водоснабжении Белграда, потому что мы понимаем, что водоснабжение это все-таки очень важная часть городской инфраструктуры. В Белграде всегда исторически существовали ЧЭС, Тех из вас, кто увлекается еще историей Турции, или просто не бывал в Турции, знают, что такое ЧЭСМА. ЧЭСМА — это такой питьевой фонтанчик. В нашем сейчас понимании этого смысла слова, если вы попадете в Белград, вы встретите ни один, ни два таких фонтанчика питьевых. Один стоит, например, прямо на студенческой площади за зданиями Белградского университета, за филологическим зданием, то есть на улице князя Михаила ЧЭСМА. Вот это стоит до сих пор. Но ЧЭСМА — это не только этот фонтанчик, это целая система вот этих каналов, которые обеспечивают доступ к питьевой воде. Стало понятно, что эта система устарела, потому что, как вы сами можете догадаться по слову, ЧЭСМА — это абсолютно турецкое явление, абсолютно турецкие феномены. Эти ЧЭСМА появились на территории Сербии как раз-таки с приходом в регион Османской империи и с захватом власти Османской империи. Так вот, водоснабжение необходимо было менять. И опять-таки мы сталкиваемся с очень интересным, таким парадоксальным даже явлением. Эти проблемы с водоснабжением отчасти были связаны с тем, что сами жители намеренно или ненамеренно портили вот эти водоканалы. Они разрывали их в некоторых местах, потому что им нужен был доступ к ним непосредственно. Как-то они хотели схитрить, обойти вот эту систему платы за воду и получали доступ к этим водоканалам самостоятельно, просто разрывая землю там, где они знали, что этот водоканал существует, и тем самым портили всю систему городского водоснабжения. И опять-таки мы сталкиваемся с интересным фактом. Городская власть не могла решать эту проблему самостоятельно только за счет своих средств и вынуждена была очень часто обращаться к только появляющимся частным компаниям, частным лицам, которые за дополнительную плату были готовы вот эту систему водоснабжения каким-то образом основать. Это опять-таки свидетельство того, что сербское государство должно было решать свои проблемы очень быстро. У нее, у Сербии я имею в виду, не было особого времени для того, чтобы к каким-то явлениям общественной жизни прийти самостоятельно. Намного проще было взять уже готовые образцы и эти готовые образцы попытаться приладить на сербской почве. В частности, естественно, потому что Белград — это столица, определенные заимствования, они сначала находили свое отражение именно в Белграде, а уже потом распространялись по всей территории Сербии. Вопрос, к которому мы абсолютно логично подходим, почему же, вот еще один, кстати, интересный дворец, он, если говорить по-сербски, тоже опять-таки вы видите, что в очень европейском стиле, в европейской стилистике он построен. Если говорить о том, наш сегодня главный вопрос, пожалуй, был, почему же Сербия так охотно ориентируется на Европу? Мне кажется, что с одной стороны мы можем предположить, что их запросы к окружающему пространству, городскому, они просто были очень созвучны с теми запросами, которые выдвигало европейское население к своим городам, к своим властям городского. И поэтому, да, действительно, некоторые европейские образцы находили свое преломление и на Сербской площади. Но, опять-таки, это очень простой путь для такого сложного ответа, очень простой ответ для такого сложного вопроса. Вот как раз, кстати, я говорила об электрических трамвае, фотография конца 19 века, это авария, связанная с деятельностью электрического трамвая, и, как вы видите, на фотографии он перевернулся. Кстати, источники содержат еще очень интересную информацию о том, что многие водители трамваев, они не имели достаточно квалификации, для того, чтобы ими управлять. Поэтому очень часто случаются эти аварии, были действительно даже жертвы в некоторых из них. И, опять-таки, сербское общество пыталось само разрешить эту проблему. Было создано трамвайное общество, куда входили и водители трамваев, и просто неравнодушные люди, которые как-то пытались эту проблему с квалификацией водителей трамвая решать, отправлять их на курсы и так далее. То есть, действительно, опять мы видим, что ряд проблем, связанных с деятельностью, с жизнедеятельностью города, сербской столицы Белграда, он решается снизу, а не сверху. Это, естественно, связано с тем, что не хватает просто рычагов воздействия, рычагов влияния для того, чтобы решить ряд проблем сверху. И, вот, например, это было связано с системой городского транспорта. Если более глубоко ответить на вопрос, почему же Сербия идет по пути заимствования, почему она не пытается какие-то институты сформировать сугубо на своей почве. Потому что мы же, немножко позволю себе отвлечься, мы же понимаем, что Сербия, в силу того, что она действительно очень долго существовала в рамках разных культур. И, там, Белград, например, я же в начале нашей встречи сказала о том, что Белград существовал еще в римскую эпоху. Естественно, Белград был одним из важных центров сербского государства средневекового еще. Да, мы понимаем, что в рамках византийской даже империи у сербского государства были попытки повлиять на Византию, да, как-то попробовать даже пойти с ней на открытый вооруженный конфликт. Сербия – это та культурная общность, которая представляет собой очень такую многопластовую конструкцию, скажем так. И там действительно очень много культур перемешано. И поэтому мы, например, не можем говорить о том, что Сербия сугубо ориентальная страна, да, то есть сугубо ориентированная на восток, потому что 500 лет находилась под властью Османской империи. Это совершенно неправильно. Вот все эти культурные вливания, они находили в Сербии свое отражение в сербской культуре, находили свое преломление. И Сербия действительно всегда шла по пути своему. И когда Сербия перешла на путь европейских заимствований во второй половине XIX века и в начале XX, мы понимаем, что она это сделала, сердцовое общество, оно это сделало тоже весьма осознанно. И мы можем это называть, согласиться здесь с одним из наших прекрасных ученых-историков, которые занимаются в Сербии, с Шемякиным, и воспользоваться термином, который он спродуцировал, да, Сербия пошла по пути имитационной модернизации, да, то есть вызреть модернизационным процессом сугубо на сербской почве было уже некогда. Сербия уже является независимым государством, Сербия уже должна функционировать особым образом, но внутренних ресурсов для того, чтобы эти свои модернизационные элементы создать, пока нет. И не факт, что они бы появились. Мы понимаем, что вторая половина XIX, начало XX века — это очень тяжелый период вообще во всей европейской истории. Мы понимаем, что Сербия и Болгария ведут войны в это время, да, что Сербия вообще очень долго выступает, долгий период выступает как бы ориентиром для других славянских государств, которые пытаются побороть турецкое владычество. И Сербия просто не могла в этих реалиях развивать собственную промышленность, собственные элементы городского пространства. Именно поэтому она так охотно ориентируется на Европу. Повторюсь, это ее охотная ориентированность, она всегда связана с утилитарным подходом. Мы заимствуем только то, что действительно необходимо на сербской почве. Если это какие-то такие явления культуры, театр, балет и так далее, художники, театральные какие-то постановки, литература, это все будет развиваться, ну, не то, что там в последнюю очередь, но далеко не в первую. Скорее мы решим какие-то утилитарные, чисто утилитарные вопросы. Европа в данном случае выступает некой путеводной звездой, действительно выступает ориентиром того, как же должно, по мнению Сербии, развиваться независимое государство. И действительно Европа стала таким ориентиром, и многие элементы сербской повседневной жизни, белградской повседневной жизни, они действительно возникли в связи с этим взглядом, постоянным взглядом на Европу, которая вот она совсем недалеко. Когда я сказала, что Земля сейчас – это часть Белграда, если вы себе представляете, то вот вы, например, находитесь на Калимикдане, Калимикдан – это турецкая крепость, вы смотрите через Саву и Дунай, и вот на другом берегу, который очень близко, очень хорошо его видно, уже находилась Австрия. То есть Сербия и сербская столица Белград, они всегда как бы в прямом смысле смотрели на Австрию. То есть это никакая не метафора, это абсолютная реальность того времени. И поэтому не ориентироваться на Европу, где многие элементы повседневной жизни развиты намного лучше. Сербия, как мне кажется, просто не могла. Естественно, не могу не сказать еще, если мы говорим уже сегодня, да, говорим об урбанизации, говорим о жителях Белграда, не могу не сказать об особом таком сербском как раз феномене, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что Сербия является очень самодостаточным государством, а Сербия является очень самодостаточной национальной идентичностью, не могу не сказать о Кафанах, Кафаны, механы. Кафаны — это, ну, понятно, некий аналог кафе в современном смысле этого слова, но при этом кафаны — это такое место встречи, место для политических разговоров, место для встречи политических партий, которые активно начинают свою деятельность в 80-е, 90-е годы XIX века. И кафаны, если пользоваться, опять-таки, современными терминами современной урбанистики, кафаны становятся третьим местом. Третье место в нашей жизни — это не дом и не работа, еще какое-то общественное пространство, которое мы посещаем, с целью удовлетворить свои какие-то социальные потребности и отчасти, может быть, даже духовные. Так вот, кафаны являются абсолютно такой местечковой историей в самом хорошем смысле этого слова, потому что кафаны — не просто место для какого-то разгула, это не просто место, где процветала проституция. Это, повторюсь, особое пространство, пространство особого рода совершенно, которое выполняло несколько функций. Не только было политическим клубом, но и было часто мужским клубом. То есть женщин в кафане вы не могли встретить, опять-таки, в силу того, что сербское общество являлось патриархальным. Вы, скорее, наблюдали там мужчин, которые обсуждают свои дела, читают газеты, обсуждают политику, обсуждают, кто стал министром в этой чехарде правительственной, которая имела место быть на рубеже XIX и XX веков и так далее. И кафаны, они опять становятся тем местом общественного пространства, которое выполняет функцию в некотором смысле символической экономики. Символическая экономика — это, опять-таки, тот феномен, который сейчас активно разрабатывается современными урбанистами. Что значит символическая экономика? Символическая экономика работает в том случае, когда мы облагораживаем, например, какое-то общественное пространство с тем, чтобы благодаря тому, что оно теперь облагороженное, мы могли активно вести экономические отношения вокруг него. Парадоксально, но в Сербии такой очень традиционной, даже во второй половине XIX века, мы тоже видим такие элементы. Мы тоже видим работу символической экономики. Это связано, в частности, с деятельностью Кафан, потому что пространство вокруг Кафан всегда было очень привлекательным для торговцев, для каких-то профессиональных ремесленников. И многие очень стремились к тому, чтобы выстраивать свои какие-то экономические отношения именно вокруг Кафан. Таким образом, Кафан выполняет еще одну важную функцию. Она действительно организует пространство вокруг себя. И многие даже специально сражались за какие-то наиболее популярные и удобные места для того, чтобы открыть Кафан именно там, чтобы действительно это было каким-то таким значимым местом. Интересно, что многие Кафаны, они даже имели какую-то политическую окраску. Например, какая-то партия могла собираться в Кафане недалеко от отеля «Москва». Как раз отель «Москва», если вы были в Белграде, вы знаете, что отель «Москва» находится на Теразии. Это продолжение улицы князя Михаила. Вот была там Кафана, которая тоже называлась «Москва», потому что была рядом с этим отелями. Там вот собиралась одна партия. И поэтому в эту Кафану не могли приходить представители другой политической партии. Они ходили в другую Кафану. То есть действительно Кафана, она такая очень разные функции выполняла. С одной стороны мужской клуб, с другой стороны политический клуб, с другой стороны место для работы вот этой символической экономики. И, собственно, один из инструментов реализации своих социальных потребностей. Общение, обсуждение новостей и так далее. Я пыталась примером Кафана подчеркнуть, что Сербия, она не пытается перенять все европейские настроения. Она не пытается стать Европой. Это очень важно. Она пытается сымитировать модернизацию. Путем некого такого очень ненасильственного внедрения ряда европейских тенденций, которые проявлялись исключительно тогда, когда это было удобно с утилитарной, повторюсь, точки зрения. Имитационная модернизация была характерна для Сербии очень на протяжении достаточно такого долгого периода времени. И ситуация изменилась только после Первой мировой войны, когда Сербия действительно почувствовала, что теперь может развиваться более или менее самостоятельно, потому что стала таким уже серьезным игроком на политической арене. Если подводить некоторый итог, я бы хотела еще раз акцентировать внимание на том, что в сербском обществе, в белградском обществе мы наблюдаем две тенденции. С одной стороны, происходит попытка реформировать сербское, белградское пространство сверху. Я приводила сегодня такие примеры. С другой стороны, и нам помогает это понять современные подходы, которые используют урбанисты, существовали запросы со стороны самих жителей. Именно поэтому на стыке вот этих попыток реформирования сверху и реализации запросов, которые приходили снизу, мы, сербское общество, оно на этом стыке и развивалось далее. Именно тогда мы можем говорить о том, что политика государственной власти сводилась к несистемным заимствованиям. И нам такие заимствования кажутся несистемными как раз потому, что они должны были в себе совмещать ответы на запросы населения и самостоятельное желание власти решить ряд вопросов, которые, как власти, казалось, необходимо было решить. Можно ли назвать московскую урбанизацию мэра Собянина имитационной модернизацией? Ну, смотря, как мне кажется, что мы хотим увидеть в качестве некого образчика, в качестве некого образца, на кого пытаемся быть похожими. Если так, то, может быть, и можно сказать, что это некая имитационная модернизация, но опять-таки хочется сказать, что Москва развивается по своему особому пути, пытается подойти к своему развитию, как мне кажется, весьма утилитарно, и заимствует только то, что может как-то способствовать развитию городского пространства. Надеюсь, что я смогла ответить на вопрос. Последнее, что я бы сегодня в качестве некого вывода хотела бы еще раз проговорить. Как мне кажется, у Сербии в целом и у Белграда в частности просто не оставалось времени на поиск своего пути для модернизации. Именно поэтому, чтобы существовать в системе мировых геополитических условий, о которых я уже тоже сегодня очень кратко сказала, необходимо было использовать то, что веками нарабатывалось в Европе. Потому что этих веков для своего развития у Белграда и у Сербии уже не было. Спасибо вам большое за внимание. Пожалуй, все, что я хотела сегодня рассказать. Надеюсь, вам было интересно. Я готова ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Знакомлю вам сериал «Тени над Балканами». К сожалению, этот сериал как-то мне не очень знаком. Таких ассоциаций быстро не рождается. Поэтому, к сожалению, на этот вопрос ответить не могу. Да, я слышала про этот сериал, но, к сожалению, не смотрела его полностью. Поэтому не уверена, что могу ответить на ваш вопрос. Уважаемые зрители, если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите их в чат. Зрителям на Фейсбуке вы тоже можете задать вопрос. Коллега переадресует его в Zoom. Спасибо большое за оценку того, чтобы моя лекция была для вас интересной содержателем. Мне очень приятно. Ну, может быть, нам кто-нибудь еще напишет вопросы. Я, в свою очередь, хотел бы поблагодарить Юлию Олеговну за то, что она сегодня к нам подключилась, за то, что она нам рассказала достаточно подробно о урбанизации на Балканах. На любом европейском языке о балканских городах в XVIII веке. Я думаю, что если... Знаете, я бы что вам посоветовала? Я бы вам посоветовала даже не XVIII век, потому что городов балканских именно там... Ну, в Сербии, я повторюсь, еще не сложилось. А если вы, например, читаете на французском, я бы вам посоветовала почитать по-сербски, это называется Дневник со сербского двора Альбера Мале. Альбер Мале — это воспитатель будущего короля Абреновича, и он, собственно, жил в Белграде во второй половине XIX века, и его оценка белградских реалий как европейца — это правда очень интересно, у него очень интересный дневник, поэтому, мне кажется, вам было бы интересно посмотреть именно источник, потому что это все-таки не какие-то выводы историков, да, это непосредственные источники, вы сможете выводы сделать сами, да, проанализировав его представление о городском пространстве. Альбер Мале, он даже автор учебников, и во Франции они очень долго выпускались, но потом уже, собственно, немножко устарели с моральной точки зрения. С чем будут связаны перспективы роста численности Белграда? Вы имеете в виду современный период? Или все-таки... А, современный период. Ну, в Белграде сейчас... Я регулярно бывала в Белграде до коронавируса, и очень по нему сейчас встречаюсь. Если говорить о перспективах роста численности Белграда, все-таки Белград очень маленький город, правда. Например, там очень плохо все с дорогами. Я была в Белграде прошлым, ну, летом, и там как раз ремонтировали, причем ремонтировали сразу все дороги в центре, ремонтировали главную площадь, все самые крупные такие транспортные развязки внутри города. И поэтому, если численность населения будет очень быстро расти в Белграде, то Белград просто с этим не справится. Негде там жить такому большому количеству людей, если только на окраинах. Конечно, можно, безусловно. И это связано с войной, которая была в Белграде, безусловно. И Белград, нельзя сказать, что он до сих пор полностью оправился. Есть до сих пор улицы, до сих пор дома, которые выступали свидетелями этой бомбежки и так далее. И некоторые дома специально не реконструируются, они стоят прямо в центре. Это здание, по-моему, какого-то военного министерства. Вот оно практически полностью разрушено, и да. И упадок не только о каком-то культурном упадке, мы говорим, и, конечно, и об экономическом тоже. Конечно, сами жители Белграда, сербы, они говорят, ну вот сколько лет уже прошло, уже пора бы оправиться. Но все-таки экономика, как мне кажется, еще переживает какие-то такие отголоски той эпохи. И культурный, конечно, культурная жизнь тоже. Город только начинает реставрироваться, например, в каких-то своих частях, даже в центре. Вот если спускаться опять от отеля «Москва» как бы ниже к реке, то только вот прошлым летом некоторые дома начали реставрировать. Хотя сколько лет прошло. Поэтому, да, упадок, конечно, очевидно, безусловно, существует и до сих пор ощущается. Если не ошибаюсь, то специально не реконструируют задание Генерального штаба. Да, 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 да. Я призываю всех зрителей, если у них остались какие-то вопросы, быстренько их напечатать, в том числе на Фейсбуке. Юлия, я думаю, с радостью на эти вопросы ответит. Безусловно. В свою очередь у меня есть тоже вопрос. Дорогая Юлия, я, конечно, понимаю то, что это не совсем твоя специализация. Но хотел бы уточнить такой вопрос. Какие современные тенденции урбанизации сейчас имеют место в Белграде? Мне кажется, это символическая экономика. Пространство начинает работать на себя. Это особенно чувствуется в Дорчоле. Потому что там прям Европа, причем такая очень молодая, очень современная. Это то пространство, которое само себя продает. Это то пространство, которое выступает идентификатором настроений молодежи, безусловно. И это то пространство, которое организует жизнь вокруг себя. Поэтому символическая экономика, безусловно, там имеет место быть. Если мы говорим об этой тенденции. А во-вторых, если мы говорим глобально о том, что город выступает неким ответом на запросы, на вопросы жителей, мы должны сказать о том, что существование кофан. До сих пор эти кофаны все супер популярны. До сих пор знак питания, самый старейший знак вопроса. Самые старейшие кофаны в Белграде до сих пор существуют. Поэтому вот это вот желание иметь третье место в каждом доме, оно активно существует. Мне кажется, у нас в Москве нет столько таких милых, уютных, как бы, понимаете, домашних заведений. Не надо куда-то ехать, да, это не выход в свет. Это выйти, пообщаться со своими соседями, очень в тесном, знакомом кругу. Вы даже в будний день, если идете по Белграду, вы обязательно в каждой кофане, вот буквально даже если вы там уже достаточно далеко от центра, вы все равно видите шумную компанию, которая, там, видно, что это компания друзей, они там с детьми, они сидят, что-то обсуждают, ужинают, там, пьют кафу, кофе, курят, потому что все сербы страшно много курят. И они все, как бы, существуют в рамках этого третьего места. Мне даже кажется, что в России это не так развито, как в Сербии в Белграде. Поэтому я бы назвала вот эти ответы, наверное. Я благодарю за ответ на мой вопрос. Мы еще немного подождем, возможно, кто-то из зрителей задаст вопрос. Но я думаю, что мы будем понемногу уже закругляться, заканчивать нашим эфиром. Я хотел бы еще раз поблагодарить Юлию за то, что она сегодня пришла к нам, пусть в онлайн-формате. Я надеюсь, что мы еще... Было бы очень интересно мне когда-нибудь ее прочитать. Я только так могу ответить на ваш приятный и абсолютный текст. Я надеюсь, что мы в скором времени встретимся не только в онлайн-формате, но и в олайн-формате, и Юлия, может быть, нам чуть позже расскажет о современных тенденциях в Белграде. Я благодарю всех наших зрителей. Я благодарю Юлию. С вами был Центр славянских культур, библиотеки иностранной литературы имени Рудемино. Меня зовут Елена Денис. Я проводил сегодняшний эфир и помогал дорогой нашей гостье с организацией трансляции. Всем спасибо. Приходите к нам на наши мероприятия. Приходите к нам в библиотеку, берите книги. Учите славянские языки, учите славянскую историю. Это очень интересно. Всем спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok